Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Галиенец Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Девственница 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 Мне пора вставать. Нет. Ты будешь моим пленником. Не сегодня. Сегодня у меня очень много дел. Твоим пленником. Я уже твой пленник. Давай, тоже вставай. Вставай, вставай. Вставай. Когда подавать завтрак, сеньор? Через 20 минут. Накрыть на террасе? Да. Сколько минут варить яйца? Три минуты. Кто хочет яичницу? Хорошо, что ты нас разбудила. У меня сегодня экзамен по литературе, а потом еще футбол. Не недооценивай девочек. Они хорошо играют. Да. Женщины играют в футбол. Кто бы мог подумать, это спорт для мужчин. Бабушка, в наше время нет чего-то только для женщин или для мужчин, кроме визита к гинекологу. Кстати, дорогая, ты к нему сегодня записана. Какая гадость. Ко мне будет прикасаться какой-то незнакомый мужчина. Хуана, ради бога, он врач. И давай больше не возвращаться к этому вопросу. Мне это не нравится, понимаешь? Не нравится. Если бы не физиология, если бы не физиология, мама, ничто бы не отличало нас от мужчин. Хватит говорить глупости. Мужчины отличаются от женщин с момента рождения. Это не так. У мужчин и женщин не только разные тела, мысли, чувства, главное поведение. Бабушка, ради бога, мы живем в другое время, в другую эру, в другой век. В чем дело? У нас такие же права, как и у мужчин. Мы многое делаем лучше. Нет, это не так, детка. Мужчины и женщины разные от рождения. И кто не хочет это понять, ввязывается в бессмысленную борьбу. Без причины? У нас не было бы будущего, если бы мы не бунтовали. Это правда. Да что вы говорите? Просто ты путаешь свободу и распущенность. Это разные вещи. Доброе утро. Доброе утро, сынок. Завтрак готов? Конечно, готов. Моя женщина здесь для того, чтобы служить тебе. Садись, сынок. Садись, дорогой. Сейчас тебе подадут завтрак. Сынок. Налить тебе еще песенового сока, дорогой? Нет, спасибо. Я говорила с дизайнером. Думаю, для праздника подойдет что-то восточное, в японском стиле. Как тебе идея? Очень хорошо, дорогая, делать. Хочешь, у тебя прекрасный вкус. Нет, ты же годовщина твоего журнала, дорогой. Я знаю, как для тебя важен праздник. Так что, отложив все дела, назначу встречу дизайнеру. Я перед работой зайду в консультацию Рикарду. Он сказал, что весь предварительный этап пройден, и сегодня, скорее всего, состоится оплодотворение. Я хочу посмотреть, какая она эта женщина. Женщина на прокат. Дорогой, не думаю, что нам стоит с ней сближаться. Мы не знаем, кто она, откуда. Главное, чтобы она была здоровой и родила нам ребенка. Да. Конечно. Ты прав, прости. Но я хочу, чтобы ты не забывал о возможности усыновления. Ты знаешь, что для меня это неприемлемо. Если у нас с тобой есть шанс воспитывать ребенка, который будет хотя бы генетически. Моим это лучше усыновление. Я хочу быть отцом не формально, не по фамилии, а по крови. Макарлата. Маурисио, я знаю, что после той ужасной болезни твое самое большое желание иметь ребенка. Но ты должен понять и меня, потому что я чувствую, что не оправдала твоих надежд. И мне от этого больно. Да, у тебя будет ребенок, но от другой женщины. Готово. Может, они и пластиковые, но если ты не попадешь в умойку, разобьешь что-нибудь еще. Не переживай, бабуля, я бы не промахнулась. Иди за своими вещами, а то опоздаем. Тут немного, я быстро. Нет, Хуана, дай мне. Я помою, не беспокойся. Что? Ради бога, какой услужливый парень. Я помою, я помою, помою. Кстати, мечта каждой женщины встретить мужчину, которого она сможет приручить. И даже если ты считаешь себя очень продвинутой, дорогая племянница, ты прежде всего женщина. Не будь смешным. Что ты делаешь, Мануала? В этом доме столько женщин, тебе не нужно мыть посуду. А что, разве я не могу вымыть посуду? Хватит, Анна-Мария. Заканчивай свой макияж. А то ходишь по улице, как клоун. Не думаю, что увидев меня на улице, люди бросаются покупать билеты в цирк. Давайте не будем об этом. Почему, мама? Что такого? Ты сама начала. Давай положим Анну-Марию на стол, то подопытную крысу через лупу рассмотрим все дефекты. Да тут лопа не нужна. Ладно, я пошла за вещами, мама. Ты никогда не перестанешь, мама. Я всю жизнь слышу от тебя только упреки и критику. Наверное, потому что за все это время ты так ничему и не научилась. Неправда, научилась. Все, Анна-Мария, хватит. Помолчи, Эммануэль, не вмешивайся, ты тоже не безупречен. А в чем дело? Я не виноват, я никогда ничего про тебя не говорил. Ты злишься, мама, не потому что я накладываю клоунский макияж, как ты говоришь. Тебе раздражает, что я люблю жизнь и хочу быть счастливой. Да, жить без морали. Я видела, как ночью ты вернулась на рассвете с этим мужчиной. С Альфонса, мама. Он женатый мужчина. Сколько раз я должна говорить, что он развелся? А ты, дура, веришь этому. Какой пример ты подаешь дочери? Идем, мама, пожалуйста, идем уже поздно. Не важно, что я делаю. Я могу делать, что хочу, мама. Могу быть кем угодно. Но в моей жизни есть нечто хорошее. Это девочка, которую ты видишь. Моя дочь растет очень хорошей девушкой. Посмотри, какая она красивая. Хотя я и без морали, как ты говоришь. Она оказалась отличной ученицей, лидером, хорошим человеком. И кроме того, в наше время и в ее возрасте она смело и гордо говорит о том, что девственница. Да она девственница не потому, что ты подаешь ей пример. Да? Его подаешь ты, наверное. Ну все, хватит. Не начинайте снова. Что бы я ни сделала, ты всегда думаешь, что это плохо. Мамочка. Мам. Ты точно не хочешь, чтобы я пошла с тобой, дорогой? Все будет хорошо, Карлотта. Эта женщина родит нам ребенка, о котором мы так мечтаем. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Тогда доверься мне, и все получится. Когда ребенок родится, ты будешь чувствовать его своим так же, как и я. Пока. День всегда хороший, когда я вас вижу, Тоня. Что ты рано, Николас. Насколько я знаю, ты должен быть в школе. Не нервничайте, Тоня. Сегодня у меня нет уроков. Кто сказал, что сегодня выходной? На самом деле, учителю не поздоровится. Что он говорит? Он имел в виду нездоровец. Ты это хотел сказать, Николас? Он болен. Да, это и нет за смены. За смены? Нужно, говорит, замены. Чему там учит вас в школе, не понимаю. Николас, завтракать будешь? Иди сюда. Садись. Она не может видеть меня счастливой. Всякий раз, когда я хочу что-то изменить в жизни, она меня осуждает, Фона. Мама, не преувеличивай. Что? Ты на ее стороне? Пожалуйста, зарядись, мотор, прошу тебя. Мне нужно ехать в школу, ну, миленький, ну, пожалуйста. Ты видишь, как ко мне относится твоя бабушка, Фона? Ты тоже не психуй, ладно? Я психую? Мотоцикл. Мотоцикл не заводится, мама. Ну, еще бы, как он вообще ездит. Мама, быстрее, садись, садись, он едет. Мама! Это интересная книжка дяди Манола. Да, очень интересная. Прочитай мне немножко. Ты не поймешь. А как она называется? Называется «Любовник в городе». Это роман. Почитай, дядь, ну, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Ладно, иди сюда. Слушай. Вот, мужчина и женщина. Это может показаться просто совпадением, случайной встречей. Но знаешь что? Звезды должны были сделать миллионы и миллионы комбинаций в бесконечном пространстве. Чтобы этот момент наступил. Какой момент? Николас, момент, когда мужчина и женщина встретились в первый раз. Нет, дядя, эта книга неправильная. Как такие большие и такие далекие звезды могут знать о таких маленьких мужчине и женщине? Нет, Николас, послушай меня. Тут все наоборот. Как такие маленькие мужчины и женщины знают о таких больших и таких далеких звездах? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простешно спрашивай, ну, почему ты не можешь ради этим увлечья у ребенка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, каждый раз, когда мы приходим, начинаем выбирать ребенка, это он начинает смахивать на зоомагазин. Нет, ему у этого слишком большие уши, нет-нет. А у этого слишком светлые глаза, нет, мне нравится этот. В общем... Конечно, и не пришлось бы кормить груди, ведь она потом отвисает. Да, но мне не повезло, потому что Маорисио слышать не хочет об усыновлении. И теперь от твоего мужа забеременеет другая женщина? Да. Это так. Естественно, не занимаясь с ним сексом. Это будет искусственное оплодотворение в кабинете врача? Кажется, да. И уже нашли подходящую женщину, которая родит моему мужу желанного ребенка. Хуана! Хоть я и учила, но экзамен, наверное, не сдала. О, нет, конечно, нет. Ладно, встретимся в раздевалке. Мне нужно поговорить с учителем. Хорошо, но будь добра, постарайся не выплеснуть на учителя все зло. Сохрани кое-что для игры. Мы сегодня выиграем. Конечно, выиграем. Ну, хорошо, увидимся. Определенно, ты та девушка, которая покушается на душевный покой мужчины. Слушай, Мики, нельзя покушаться на то, о чем ты понятия не имеешь. Ты меня обижаешь, принцесса. Ты знаешь, что у меня к тебе искренние чувства. Настолько искренние, что мы должны проинформировать об этом твою невесту. Какую невесту? У меня есть кто-то, потому что ты меня отвергла. Ну, конечно, луна взошла, потому что солнце спряталось. Послушай, Хуана, ты такая симпатичная, современная девчонка. Что у тебя за проблемы с парнями? У меня нет проблемы, оставь меня в покое. Так в чем же дело? Ты хранишь себя для мужчины, за которого выйдешь замуж? Что? Ты действительно думаешь, что мужчины так важны в моей жизни? Не могу поверить, что я это слышу. Что за дела? По-твоему, я берегу себя для брака? Да успокойся ты. Успокоиться зачем? Ведь ты не поленился разнести по всей школе. С этой девчонкой нельзя добиться успеха, эта девчонка умрет девственницей. Нет, забудь. Какую часть я должна забыть? Да, мой добрый, изволь объясниться, какую часть я должна забыть. Что ты потерпел со мной поражение, потому что я не захотела заниматься с тобой любовью. Или забыть, что я умру девственницей. Ты с ума сошла? Да, я сумасшедшая, Микки, сумасшедшая. Но я, по крайней мере, чувствую себя прекрасно. И знаешь что? Мне все это надоело. Так что я воспользуюсь тем, что здесь полно народу. Потому что я сыта, мне надоели эти разговоры. Я, Куана Перес, которую вы видите, девственница, но не потому, что я моралистка, или потому что храню себя для мужчины, за которого выйду замуж. Я девственница, потому что мне так хочется. Есть новости из издательства Глуба? Нет, Морис, я пытался дозвониться до редактора, но пока без результата. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Привет. Как дела, босс? Добрый день. Мне понравилась твоя статья. Не бросай свою музу. Если она не оставит меня. Береги ее. Подавлю сюда, я остановился у пяти газетных киосков, и ни в одном из них не было нашего журнала. Продавцы сказали, что он разошелся сразу, как только поступил. Добрый день, сеньор Маурисов. Добрый день. Что у тебя? Здесь все телефонные звонки за это утро. Хорошо. Принеси два кофе. Хорошо. У меня немного сахара. Да, конечно. В последний месяц мы бьем рекорд по числу читателей. Именно это меня и беспокоит. Недоверчивый. Вместо того, чтобы порадоваться. Завтра годовщина журнала. Ты знаешь, что мне нравится быть на шаг впереди проблемы. Когда это возможно, брат? Я не люблю терять контроль, Армандо. Сегодня я был в консультации Рикардо. Хотел познакомиться с той, что родит мне ребенка. Не могу поверить. Она пчелиная матка. И? Ее зовут Роза Андраде. Очень милая, можно даже сказать, привлекательная женщина. Это хорошо. Врачи говорят, именно в эти дни она может забеременеть. Поэтому я так волнуюсь. А плодотворение уже произошло? Нет, сегодня днем. Но на расстоянии, как на радиоуправлении и в хирургических перчатках. Старик, честно тебе скажу, все это приводит меня в замешательство. Скоро нас лишат плодского удовольствия, заменив все виртуальным зачателем. Надеюсь, в моем случае все сработает. Скажи, сколько образцов твоей спермы осталось в лаборатории? По словам Рикардо, достаточно, чтобы оплодотворить гарем. Ты мой друг, настоящий мачо. Это невероятно, Армандо. До сих пор я ложился с женщинами в постель и был осторожен, чтобы они не забеременели. А сейчас я делаю все, чтобы у меня был ребенок. Не переживай, Мауриси, все получится, вот и видишь. Я уверен, как только сперматозоиды окажутся в теле матки, они атакуют яйцеклетки, и у тебя может даже трое не родиться. С Карлотой этого не произошло. Проблема была в ней, она несовместима с тобой. Армандо, я никогда не думал, что у меня будет такое желание иметь ребенка. Это происходит со всеми нами, Маурисио. Нет, нет, я так не думаю. До болезни у меня даже в мыслях не было иметь ребенка. А когда Поп был рядом со смертью, понял, как мы уязвимы, и что жизнь очень короткая. Мне нужен наследник и желание воспитывать ребенка несравнимо с любыми профессиональными амбициями. Все получится, Маурисио. Войдите. Я помешала? Говорили о чем-то важном? Мы говорили о бессмертии. Маурисио, сотрудники приготовили тебе небольшой сюрприз. О чем речь? Пойдем со мной и увидишь. Идем. Надеюсь, сюрприз не коллективное увольнение. Я никого не вижу. Поздравляем! Подходите сюда, подходите. Подходите. Расскажи мне все. О чем? Ладно, не прикидывайся дурой. Я знаю, ты сегодня поставила Микки на место. Молодец. Боже, ну почему сплетни разлетаются так быстро? Разлет и сплетни, по-моему, это правда. Я сказала то, что давно должна была сказать. Вот как? И что же это? Ты сказала, что он потерпел поражение с тобой, потому что ты не захотела заниматься с ним сексом. Да, Лили, мне надоело. Надоело, что все считают меня ненормальной, потому что я девственница. А хуже всего они думают, что я такая, потому что я моралистка. Или жду принца. Но это не так. Я не верю в сказки. Да, но есть женщины, которые в это верят и берегут себя для брака. Что они берегут? Объясни мне, что они берегут. Возьмем, например, тебя с твоим извращенным умом. Не, не, не. Теперь ты набросишься на меня? Лили. Прости меня, пожалуйста. Просто меня удивляет то, что люди меня не понимают. Почему они не верят, что я не ищу себе принца? Дело не в этом. Я никого не жду. Я девственница, потому что мне это нравится. Потому что я такая. Когда я решу, что не хочу быть девственницей, я перестану ей быть. Хуана! Что? Что? С тобой хочет поговорить директор. Вы думаете, это по поводу стипендий? Это он тебе скажет. Пожалуйста, скажите хоть что-то. Ну, не будьте такой жестокой. Я все дрожу. Я задыхаюсь. Сердце бьется. Задушу тебя я. Если ты немедленно не пойдешь к директору. И возвращайся быстрее, пожалуйста. Конечно. Я не знаю, что это. Вы хотели меня видеть, сеньор директор? Садись. Я получил письмо из университета Лос-Анджелеса. Ты принята, Хуана. Ты получаешь стипендию. Ты победила благодаря упорному труду. Я горжусь тобой. Знаю, что ты многого добьешься, потому что ты серьезная и настойчивая девочка. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, спасибо, ребята. Я уверен, что мы продолжим расти. Конечно. Черт, у кого-то день рождения. Я не ошибся? Нет, нет. Ребята на день опередили дружуство и открыли бутылку. Мы не позвали все отделы, чтобы не останавливать производство. Только поэтому... Да, конечно. Я знаю, в творческом отделе компании всегда царит веселье. К сожалению, административный отдел, как правило, остается в стороне от этого веселья. Ну что вы? Нет, нет, не правда. Просто вы все время в каких-то заботах, в день и ночь. Считайте, считайте, считайте. Хочу выпить. Между прочим, мы считаем, дорогая Вивиана, чтобы вы продолжали свои творческие поиски. Ну ты и занода. Маурищо, я хочу поговорить с тобой. И боюсь, новости плохие. Меня только что проинформировали о возврате большого количества последнего издания. Я не заинтересован, чтобы журнал получил место на рынке. Это навредит издательской группе «Глобал». Маурищо еще не знает, что вы один из главных акционеров издательской группы. Я акционер многих компаний. Главным образом строительный. Хочу, чтобы все так и осталось. Но Маурищо, муж вашей дочери Карлут? Превратности судьбы. Когда они познакомились, мой план был уже в действии. Спустя какое-то время они поженились. Я не верю. Маурищо, ты должен успокоиться. Это неправда. Я тебе сказал, что останавливался у пяти газетных киосков. Все было продано. Я не вру, можешь проверить. Маурищо, город очень большой, в нем много киосков. Может, эти журналы не попали в киоски? Кто-то пытается нас разорить. Мы связаны по рукам. Пока не начнем контролировать все, включая и распространение журнала. Если мы хотим выжить, мы должны принять решение прямо сейчас. Что сказал директор? Речь идет о стипенде за границей. Так она ее получила? Я не знаю, она. С ума можно сойти. А вот и Хуана. Хуана! Сейчас никаких разговоров. Давай, Хуана, поторопись. Что с тобой, Мончо? Ты с ума сошел? Речь идет о будущем Хуаны. Да ничего не изменится. Если она расскажет, все потом. Она нужна мне на поле. Что случилось? Я ее получила, Лили. Я ее получила, Лили. Все, все, все. Я в порядке. Я должна вернуться на поле. Конечно. Ты видишь, что происходит? Она чувствует себя хорошо. Падает в обморок посреди поля. Чувствует себя хорошо. Прекрасно. Такое происходит не впервые, Анна Мария. Я думаю, это гормональный дисбаланс. Видишь, гормональный дисбаланс. Ну, я-то в порядке. Нет, мы с тобой прямо сейчас пойдем к врачу. Мама, ради бога, сегодня у меня консультация у гинеколога. Позволь мне закончить игру. Обещаю. Я пройду полное обследование. Только дай мне закончить игру. Для меня это очень важно. Что тебе сказал директор? Мама, я получила стипендию. Мамочка, я поеду учиться в Лос-Анджелес. Представляешь? Я вернусь с диплома, в котором будет написано. Хуана Пэрес. А ты повесишь его на стенку. Потом я встречу мужчину, полюблю его. Вы замуж, и у меня будет много детей. Много, много, много. Боюсь, я до этого не доживу. Мама, я так тебя люблю. Спасибо, мамочка, спасибо. Спасибо. Лос-Анджелес. Это так далеко. Она там будет одна. А сейчас такое время. Ты не боишься? Чтобы инвестировать в издательскую компанию, нам нужна поддержка большинства акционеров. Мауриси, я знаю, что Рахирио твой тесть, но думаю, он не станет тебе помогать. Голос Франциска решающий, Маурисио. Его акции твои, и у нас будет большинство. Кажется, он уже должен был вернуться из Европы. Да, он уже здесь. Странно, что он мне не позвонил. Значит, решено, Франциско. Я сообщу время и место встречи с моими адвокатами. Папа! Привет, дорогая. Как ты? Я не знала, что вы придете в клуб. Я пришел, чтобы сыграть в гольф, и случайно встретил Франциско. Как ты, Карлотто? Хорошо. Ты уже видел Маурисио? Нет, у меня не было возможности. Мы с твоей женой чудно провели вместе утро. Мне нужно было так много рассказывать подруге. Простите. Слушаю. Привет, папа. Это Альфредо. Я получаю пакеты с последним изданием журнала. Как это воспринял Маурисио? Ты знаешь, он не отказался от идеи открыть собственную издательскую компанию. Хорошо, пусть мечтает. Ты встречался с Франциско? Все идет, как мы запланировали. Привет. Почему такое лицо? Почему ты такая задумчивая? Где Хуана? Пошла к врачу. Что случилось? Опять приступ? Ладно, Анна, не переживай. Ты же знаешь, что это гормональный дисбаланс. Дело не в этом, Мануэль. Проблема в другом. Она выиграла стипендию. Хуана уедет учиться в Соединенные Штаты. У доктора Мансалви экстренный случай. Кто возьмет его пациентов? Доктор Мичелена. Он всегда его заменяет. Он уже едет. Карменсито, что ты делаешь? Что? Это не сюда. Будь внимательна. Пациенты доктора Мансалви в зеленых папках. А доктор Пизата фиолитовых, верно? Я чуть не ошиблась. Прошу тебя, сосредоточься. Не забудь о своей прошлой ошибке. Как я могу забыть, если меня чуть не уволили? Да, сейчас приду. Я нужна доктору Пизата. Оставляю тебя одну. Центр гинекологии и репродукции. Доброе утро, я слушаю. Сейчас доктор не сможет поговорить с вами. Стовьте свое имя. Очень хорошо. Боже мой, сегодня день сумасшедший. Алло. Что я говорила? Бросили трубку. Вы карточку заполнили? Пересядьте, я вас приглашу. Хорошо, но я хочу задать вопрос, потому что вы должны... Центр гинекологии и репродукции, я вас слушаю. Ну и дела. Тебе негде сесть? Я люблю стоять, мне это нравится. Здесь всегда так многолюдно? Да, почти всегда. Да, это нормально. К какому врачу ты пришла? Ну, доктор Пизата. Плановый осмотр? Нет. Я пришла в первый раз. Она получила стипендию? Постой, постой. Хуана? Ты говоришь Хуана? Наша Хуана? Наша Хуана получила стипендию? Мануэль, ну что ты залазил как попугай, да? Это так. Боже, это невероятно! Как хорошо! Невероятно! Ты представляешь, наша Хуана учится в университете Лос-Анджелеса. Ты знаешь, что это означает? Да, я знаю, что это означает, Мануэль, а вот ты ничего не понимаешь. Постой, в чем дело? Тебя это не радует? Да? Да как я могу радоваться, Мануэль? Хуана будет жить в другой стране. Но... Я ее потеряю, Мануэль. Дорогая сестра, ты не можешь так думать. Оставь меня, пожалуйста. Это я не понимаю. Я прекрасно знаю, что произойдет. Это ты ничего не понимаешь. С тех пор, как эта девочка родилась, я никогда не расставалась с ней. Мы даже делим одну спальню. Ты думаешь, я ее не знаю? Я знаю каждый ее вдох. Ты думаешь, я могу быть счастливой, если она уедет из страны? Как я могу быть счастлива? Мануэль, ради бога, я даже представить себе этого не могу. Спальню без нее, без ее книг, ее фотографий, без болтовни Хуана по вечерам и утром, когда она просыпается. Как я могу быть счастлива, что Хуана уезжает в другую страну, Мануэль? С момента, когда я услышала это, у меня ком в горле, который мешает дышать. Я чувствую, что когда моя дочь уедет, я умру. Я не смогу без нее. Нет, Анна, это эгоизм. Эгоизм мешает тебе посмотреть на это по-другому. Подумай о ней. О возможностях, которые она получит. О ее будущем. Хуан, я за тебя очень рад. Хуана Перес. Я здесь. Роза Андраде. Кармельсита отведет вас в кабинеты. Пожалуйста, идите за мной. Сегодня у нас нет секретарши. Кармельсита, аккуратнее. Я тебе сказал, что мы найдем его здесь. Столько часов работы. Столько усилий. Спокойно, Маурисио. Они не смогут сломать нас. Спокойно. В чем дело, Маурисио? Время. Сейчас должно произойти оплодотворение, если уже не произошло. Доктор Мансалло во втором кабинете, доктор Пизата в третьем. Если позвонят из лаборатории, немедленно дай мне знать это срочно. Кто Хуана Перес? Я. Сюда, пожалуйста. Снимайте одежду, надевайте халат. А выйдите со мной. Ты никогда не присутствовал на таких процедурах? Скарлотой я был, потому что она моя жена, но с чужой женщиной. Даже не знаю. Она чужая, это неловко. Ну и дела. Это так странно. Ты станешь отцом на расстоянии, ничего не делая. Просто удивительно. Работу, которую должен делать я, делают в лаборатории. Вначале надо разморозить образцы. Время пирушки, брат. Как раз сейчас начинается битва. Хорошо. Они готовы к оплодотворению. Добрый день. Здравствуйте. Ты не передумала? Конечно, нет. Простите, доктор. Да. Вас приглашают в операционную. Скажите, что я приду, как только смогу. Конечно. Ты готова? Ну, да. Хорошо, ложись, пожалуйста. Процесс оплодотворения очень простой. Когда сперма разморожена, врач помещает ее в маленькую трубочку. Очень хорошо. Приступим. Послушайте, доктор, я хочу попросить вас об одолжении. Не говорите мне о том, что вы делаете. Ничего не объясняйте, ладно? Я делаю это впервые и не хочу знать детали. Спокойно, не волнуйся. Это очень просто. Наука сильно продвинулась. Врачи вводят эту трубочку пациентке и освобождают сперматозоиды, которые начинают неистом искать яйцеклетку, чтобы оправдать свое существование. Они спешат. Если одному из них повезет, он найдет яйцеклетку, оплодотворит ее, и произойдет чудо. Зародится жизнь. Жизнь нового существа, моего ребенка. Видите, ребята? Отныне все в моей жизни будет иметь смысл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok